Ребята, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о своем совсем недавнем приобретении. Это микрофон Trust, который я взяла для стримов. Он напрямую подключается к компьютеру или к ноутбуку. Но в процессе эксплуатации он мне так сильно понравился, что я решила записать на него отдельное видео. Плюс в этом видео я сравню его со своим старым микрофоном, который стоил значительно мне дороже и подключался к компьютеру через специальный аудиоинтерфейс. В общем, об этом микрофоне в сегодняшнем видео. Погнали! Вот в таком кейсе приедет микрофон. Очень удобно, если вы всегда пользуетесь микрофоном на одном месте, то вы можете тут складировать всякие мелочи, как я, например, либо постоянно собирать и разбирать микрофон и транспортировать его. Это удобно, потому что вы не ищете для микрофона какие-то отдельные сумочки, а просто берете вот такой вот приятный чемоданчик и складываете его туда. Что было внутри? Собственно, сам микрофон, стойка, достаточно тяжелая, чтобы случайно не сбить его в эмоциональном порыве во время стрима, например. Специальный антишоковый подвес для того, чтобы исключить ненужные вибрации от опыта или компьютера. В простонародье называется «паук» — достаточно нужная вещь. «Попфильтр» — он уменьшает помехи от дыхания человека, приглушает такие звуки, как «П», «Ш», «Ч», «Ц», «С», по опыту скажу вам, и также защищает сам микрофон от слюны. Я вот частенько прям кричу практически в микрофон, но только когда читаю новости для радио. Прям очень стараюсь, поэтому делаю это чуть громче, чем обычно я говорю. Дальше. Насадка. Защита от ветра и дыхания из поролона. Бывает еще такая меховая, но здесь она мне ни к чему. Хотя старый микрофон у меня вообще без ветрозащиты и, в принципе, нормально. Но этот бонус очень полезный. Также, естественно, в комплекте идет сам кабель. Повторюсь, этот микрофон подключается напрямую к компьютеру через кабель USB. Он длиной 160 см, и этого, в принципе, хватает для того, чтобы работать с таким микрофоном рядом с компьютером. Но если вам нужно перетащить этот микрофон, например, вот в такой уголочек изолированный, который находится у вас достаточно далеко от компьютера, то этого кабеля наверняка вам не хватит. Теперь к характеристикам. Оба мои микрофона конденсаторные. Есть также динамические и электретные. В чем разница? Конденсаторные как раз подходят для записи звука дома или в студии. Они пишут с минимальными искажениями, но при этом дороже всех остальных и требуют дополнительное питание. Микрофон кардиоидный, то есть он воспринимает звук, идущий только спереди. На самом микрофоне есть значок с этой стороны. То есть если я разверну его, допустим, вот так и буду записывать в эту сторону, то нет, собственно, так не работает. И теперь самое интересное. Это батл между двумя микрофонами. Вот эта система в свое время стоила мне около 20 тысяч рублей. Этот микрофон подключается, как я уже сказала, к компьютеру через аудиоинтерфейс и используется для этого кабель XLR, который наиболее устойчив к помехам. И вот этот вот микрофон, который на данный момент стоит около 9 тысяч рублей, но плюс ко всему у него вот такие вот плюшки, типа паука и поп-фильтра, который вот здесь вот докупался отдельно вместе со стойкой. В общем, думаю, батл будет любопытный, потому что оба микрофона примерно одинаковые по техническим характеристикам. Вот разница разве что в подключении. Посмотрим. Сейчас запись будет идти на микрофон от Trust. Я взяла для примера русский чарт, который я обычно читаю для радио. Так вот, погнали. Рейтинг, в котором... Заново. Рейтинг, в котором самые топовые русскоязычные релизы соревнуются за первую строчку. У нас сегодня сразу две потери и две премьеры. А сейчас я буду записывать в свой старый микрофон тот же самый кусочек из русского чарта. Рейтинг, в котором самые топовые русскоязычные релизы соревнуются за первую строчку. У нас сегодня сразу две потери и две премьеры. Как вам? Для меня максимально удобен вот такой вариант от Trust. Во-первых, разницу особенно не видно. Во-вторых, стоит дешевле. В-третьих, для всех моих нужд подходит. Ну, а в-четвертых, очень мобилен. Но свой старый микрофон я тоже продолжаю использовать именно в студии. У него тут свое место и своего положения он никогда не меняет. В общем, ссылку на этот микрофон оставляю в описании к этому видео. Также там будет промокод на скидку, на небольшую. Так что заходите. Выбирать, конечно, вам. Судить тоже вам. Ну, а я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok